Алексей Гетьман, военный аналитик, у нас в эфире. Приветствуем, Алексей. Здравствуйте. Приветствую вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну вот такие две чувствительные даты для российского режима. Седьмое число, когда в пятый раз Путин принял присягу и стал так называемым президентом. И 9 мая сегодня видели праздник милитаризма, праздник пропаганды и победобесия. Можно ли сказать, что они того, чего хотели, к этим датам не добились на фронтах? Можно. Это сказать можно. Мы все помним, как были пафосные заявления со стороны российского военного руководства, политического, о том, не говоря про пропагандистов, о том, что к 9 мая они должны, как они говорят, освободить, а на самом деле захватить час Авьяр. Ну, 9 мая сегодня, час Авьяры они не захватили. То есть это задание было не выполнено. Я думаю, что будут сейчас на России серьезные разборки по этому поводу, потому что это был вроде как приказ непосредственно от ихнего, ну, так сказать, президента. Я даже планировал, что это должно произойти не 9-го, а 7-го мая, как раз на день инаугурации. Но пока у них это не получилось. Хотя, с другой стороны, говорить о том, что мы однозначно не сможем удержать этот город, тоже не стоит, потому что можно сослаться на заявление представителей нашего главного управления разведки о том, что сдача этого города возможна, если враг усилит там авиационный удар, артиллерийский удар, группировку численно увеличит группировку, а мы не успеем получить то вооружение, которое к нам уже подъезжает. Дело в том, что задержки с поставками вооружения нету, есть задержки с логистикой, потому что их надо завозить, это не фуру загрузило, она поехала от пункта А до пункта Б. Это надо, эта техника должна и оружие заходить тайно, для того, чтобы россияне не узнали, где она, ну, она же где-то складируется, где она складируется, куда она направляется, чтобы не было каких-то попыток ракетных ударов по технике, которая еще не попала на линию фронта. Хотя Шойгу там хвастался ихний, что министр обороны Российской Федерации, что они знают все логистические пути, все базы, где мы собираемся складировать ту часть оружия, которая не идет непосредственно прямо сейчас на линию фронта, но, судяще со всего, это он сказал так, как говорится, склад горячая. Но на самом деле потери сумасшедшие уже, по-моему, бьют рекорды. 1300 это личного состава, только за сутки уничтожена ликвидированность, и так можно сказать, российских оккупантов. На фронте произошло 146 боевых столкновений, да, если раньше мы с вами обсуждали 36, там половину меньше, видимо, что очень сильно давят, чего-то стараются. В таких потугах, скажем так, как долго может давить российские войска, могут давить, как вы считаете, где уже, скажем так, устанут даты уже все сакральные в прошлом, можно сказать, 9 число уже переворачиваем. Ну, там можно открыть календарь, и там они найдут очень много сакральных дат для себя. Дело в том, что наше военное, политическое руководство говорило о том, что к концу мая, к началу июня они могут усилить свои наступательные действия, как раз на это время они смогут, ну, подтянуть те войска, которые уже прошли подготовку у них, и они готовы, в принципе, для выполнения боевых задач. Поэтому говорить, что они выдыхаются, ну, это было бы еще рановато, я думаю, они выдохнутся где-то к концу лета, ну, к августа месяца, не раньше, потому что у них сейчас, вот вы упоминали Купинско-Лиманское направление, там как раз у них произошла как минимум тактическая ротация, то есть это означает, что части были некоторые отведены, подразделения, точнее, не части, но не на места постоянной дислокации, а где-то за несколько километров, десятка, может, от линии фронта, там они доукомплектовывались, там они, ну, приводили себя в порядок, себя, технику, поэтому на Купинско-Лиманском направлении относительно свежие силы, ну, плюс еще 120 тысяч, которые уже готовы к боевым действиям, ну, и плюс те 200-300 тысяч, которые они собираются мобилизировать, поэтому говорить, что они выдохлись, и скоро мы увидим приостановку наступательных дней россиян, я думаю, что пока это рано, я думаю, еще месяц-два, может, даже три, у них хватит сил и средств для того, чтобы проводить вот такие наступательные действия. Ну, а вот касательно того, что откуда, как говорится, резервы, и каким образом, и какими путями подкрепления присылают, вот The Independent сообщала о том, что Россия больше не использует Крымский мост для поставок оружия в Украину, анализ спутниковых снимков показывает, что на Крымском мосту практически отсутствует движение транспорта, и поэтому, это я цитирую, он больше не может быть эффективной военной мишенью для ограниченных боеприпасами украинских войск. Но стоит ли, скажем так, надеяться на то, что, по крайней мере, по Крымскому мосту не перебрасывают тоже военное оснащение, учитывая то, что с Крыма летят регулярно ракеты на Одессу в том числе, значит, как-то их туда перебрасывают, правильно же, как-то туда их... И касательно того, что сейчас на прошлой неделе также сообщал о железной дороге, Мариуполь и Волноваха, да, впервые пошел поезд. Как вы оцениваете этой веткой уже, насколько пользуются, и, учитывая темпы ее строительства, вот подкрепление, как вы видите эту логистику на сегодняшний день? Ну, у них было два логистических маршрута. Да, железнодорожных — это железная дорога Волноваха, Токмах, Мелитополь, Джанкой и, естественно, Керченский мост. Сейчас что-то перевозить по Керченскому мосту они не хотят, но не потому, что он потерял смысл для нашей атаки, а потому, что они не хотят, чтобы во время нашей атаки там еще было... Может, длинность, и если там заблокировать большое количество техники, то это будет для россиян крайне неприятно, скажем так. Поэтому, ну, знаете, как-то, ну, уважаемые издания, но такие какие-то комментарии, которые вызывают больше вопросов, чем понимание. То есть они построили мост и решили по нему перевозить меньше, ну, не пользоваться. Ну, как это может укладываться в голове? Я думаю, что они будут им пользоваться, пока он еще функционирует. Дальше я уверен, что мы его все-таки уничтожим. Дополнительную дорогу вдоль Азовского моря они строили достаточно быстро. Вряд ли она отвечает всем правилам техники безопасности. Я думаю, они построили как можно скорее, понимая, что в любой момент может быть уничтожен Керченский мост. Это по этой железной дороге и Керченского моста перевозилось до 90% всего, что необходимо для группировки Днепр и для группировки, которая находится в Крыму. Поэтому они продублировали. По большому счету, это дорога вдоль Азовского побережья. Это дубляж Керченского моста. Ну, что можно сказать? Чтобы Керченский мост утратил значимость? Нет. Он все равно будет нужен нам для того, чтобы и дальше, и россияне. Знаете, Керченский мост уже работает в двух направлениях. Когда мы, даст Бог, начнем какие-то действия по освобождению Крыма, им Керченский мост очень пригодился бы. Хотя бы для того, чтобы по нему можно было убегать в Россию. И как можно быстрее, да. И как можно быстрее. Все понтонные сделают для этих целей. Или на баржах. Это отлично. Или на баржах своих. Смотрите, Алексей, еще хотел немножко вернуться к этим историческим, исторической зацикленности россиян. Россия полагается на большие запасы военной техники времен СССР, чтобы продолжать атаки на Украину, поскольку нынешних возможностей ее оборонного фонда недостаточно. Об этом сообщает Институт изучения войны. По данным аналитиков, армия РФ теряет более трех тысяч боевых бронированных машин в год, но она сможет покрывать эти потери как минимум в течение двух-трех лет за счет расконсервации техники еще советских складов. При этом оборонно-промышленная база Российской Федерации способна производить только 250-300 новых модернизированных танков в год, а Путин до сих пор пытается избегать полного перевода российской экономики на военные рельсы. Сегодня, если наблюдать так называемый парад победы, многие отметили этот одинокий танк Т-34, который по ритуалу везет знамя победы. Это очень символично. Действительно, опоры их, это советская техника. Разделяете ли вы вот эту оценку 2-3 года, на которую им может хватить этого железа, произведенного при советской власти? Нет, не разделяю. Смотрите, у них производственные возможности их завода, который делают танки, это порядка 20 танков в месяц, не больше. Те запасы, которые у них были на складах, они оценивались приблизительно в 15 тысяч танков, но, как выяснилось, там были кражи, там все, что можно было разобрать, разворовали, и они находились под открытым небом, там очень тяжело их привести в нормальное боевое состояние. Путин еще год назад даже больше дал такое распоряжение строить, ну что-то типа станции технического обслуживания, не заводы, где из нескольких танков, из трех-четырех, могут собрать один, ну из, что целое на каком он есть, на один танк все это навешивают, чтобы он хоть как-то ездил. И они могут собрать из этих 15 тысяч 3-4, ну 5 это уже с большим запасом. У них вот эти склады наполовину уже вычерпаны. Они уже, ну, эти возможности уже воспользовались. Поставить в строй, ну, они могут еще где-то, ну, до 2 тысяч максимум машин, машин, танков, и то это мы берем с большим запасом. Но это тоже происходит не сразу, не за, вот сегодня решили, и завтра они уже находятся в строю. Возможности этих, ну, скажем, СТО собирать из нескольких танков один, дает им возможность в месяц поставлять до 50, ну там плюс-минус, танков на линию фронта. Итого это получается порядка 70 танков в месяц. Мы уничтожаем где-то в 3 раза больше в месяц. То есть идет отрицательный баланс. На сегодня у них на фронте, на нашем фронте, где-то, ну, немного меньше 3 тысяч танков. Поэтому говорить о том, что... Это очень упрямая цифра и упрямая вещь, Алексей. Так же, как, к сожалению, упрямая вещь, что мы вас не видим. Поэтому вынуждены проститься. Поэтому сейчас вроде ключи... К сожалению, у нас помехи со связью, мы вас не видим. Но очень благодарим вас, Алексей, за цифры. Действительно, цифры вещь упрямая. И как бы не считали аналитики довольно далеко отстоящие от России, не очень знающие советскую, может быть, даже советскую структуру армии, но всегда рады вам, потому что вы так возвращаете на землю, что называется. Алексей Гетьман, военный аналитик, был гостем этой части программы. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Продолжение следует...